всем огромный привет дорогие мои друзья гости и подписчики моего канала меня зовут Люба и вы на канале о вязании и в этом видео я хочу вам показать и рассказать о таком приборе как тенериф это такой прибор для изготовления цветочных мотивов его еще называют лума и такой прибор я заказала на сайте алиэкспресс если вам будет интересно я ссылочку оставлю в описании заказ пришел вот в такой вот коробочке коробочка конечно немножечко помялась но на качество товара это никак не повлияло этот прибор я открыла для себя совсем недавно мне очень понравилось изготавливать цветочные мотивы которые впоследствии можно собирать в шале в палантины и жилетки можно использовать для украшения всего чего угодно на декоративные подушки на сумку на одежду на аксессуары вот видно да на ободочек бусы заколочки можно использовать куда душе угодно и так давайте же посмотрим что у нас внутри 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 у нас вот такие две части штырьки и пластмассовая иголочка если вы вязали уже на таком приборе пишите пожалуйста комментарий мне будет очень интересно узнать что в итоге у вас получилось связать из цветочных мотивов и так прибор состоит у нас из двух частей нижняя часть и верхняя часть вот такие вот штырочки и пластмассовая иголочка благодаря этим штырькам можно изготавливать цветы разного размера формы и стиля и так что у нас представляет собой верхний круг верхний круг на котором имеются вот такие вот отверстия и 4 круга разного диаметра каждый круг обозначен своей буквой буква а это у нас самый маленький круг буква б круг побольше c еще больше и самый большой круг это д сегодня я вам покажу один из самых простых способов плетения цветочного мотива и для этого я буду использовать самый большой круг под буковкой d поэтому сейчас я по кругу выставляю штырьки для изготовления цветочного мотива круглой формы нам понадобится по 12 штырьков а для изготовления квадратного мотива таких штырьков нужно будет 20 штук и так выставляем сначала самый большой круг 12 штырьков по кругу и также я еще буду использовать средний круг под буковкой b и также выставляю по кругу 12 штырьков и все наш прибор готов к работе можно приступать мы подготовили шаблон и теперь приступаем к изготовлению цветочка вставляем рабочую ниточку в центр шаблона и кончик зажимая между нижней верхней и верхней частью этого шаблона таким образом чтобы ниточка у нас была в районе цифры 1 так нам будет легче ориентироваться и мы начинаем обматывать штырьки двигаясь по часовой стрелке мы должны сделать четыре полных круга итак начинаем с цифры 1 и переходим к противоположным штырькам которые находятся напротив этих двух штырьков эти штырьки у нас под цифрой 7 сделали полный оборот вернулись к центру центр это у нас начало и конец круга вот мы сделали первый полный оборот нам таких оборотов нужно сделать четыре раза и так 1 2 3 и 4 дошли до центра круга и теперь перемещаемся по часовой стрелке переходим к штырькам под номером 12 начинаем обматывать их а с этой стороны у нас штырьки под номером 6 сделали полный круг нам нужно сделать четыре полных круга 2 3 и 4 закончили четыре круга в центре нашего шаблона и сразу же переходим к следующему штырьку под номером 11 и напротив этих штырьков у нас штырьки под номером 5 и также делаем 4 полных круга 2 3 и 4 поправляем ниточки чтобы они у нас не убежали и переходим к следующему штырьку это номер 10 и с этой стороны номер 4 и делаем полный круг 1 2 3 и 4 если вдруг у вас убежала ниточка и вы не знаете сколько раз вы обмотали вы можете посчитать вот здесь вот количество ниточек которые намотан 1 2 3 4 4 ниточки должно быть намотано с одной стороны и 4 ниточки должно быть намотано с другой стороны то есть на каждом штыречке должно быть по 4 ниточки и так мы сделали 4 полных оборота и продолжаем так до тех пор пока не обмотаем все штырёчки итак закончили полностью мы обмотали все штырьки по 4 круга на каждую такую прямую линию и теперь мы должны обмотать вот этот вот маленький круг который в центре здесь у нас будут маленькие лепесточки и так вот мы закончили в центре и начинаем с этого же штырька только теперь обматываем центральный маленький круг также мы должны сделать 4 полных оборота 1 2 3 и 4 и переходим сразу же к следующему штырьку с одной стороны двигаемся по часовой стрелке и к следующему штырьку с другой стороны 1 2 3 и 4 сделали 4 полных круга и так двигаемся по кругу обматывая каждый штырёк по 4 полных круга пока полностью не обмотаем все штырёчки итак мы закончили обматывать центральный круг и теперь нам нужно отрезать ниточку так чтобы нам хватило обвязать центральный круг и эту ниточку мы должны вставить в иголочку при этом здесь мы ниточку держим не отпускаем чтобы у нас не распустились лепесточки вставляем ниточку в иголку и мы закончили вот в центре у нас конец ряда и теперь мы должны зафиксировать ниточку чтобы она не убежала раздвигаем вот так вот иголочкой все ниточки находим самую серединку чтобы у нас был между ниточками просвет то есть это самая серединка и иголочкой вот так вот уплотняем к центру и вытягиваем на изнаночную сторону вытянули и так сейчас мы вытянули иголочку вот в этом месте теперь с изнаночной стороны мы должны иголочку вытянуть у следующего штырька поправляем все ниточки чтобы нам найти самый центр и с изнаночной стороны выводим иголочку при этом ее вот так вот еще уплотняем сюда к серединке вытянули и теперь опять возвращаемся к нашему первому штырочку куда мы в самый первый раз скалывали иголку и сюда же прошиваем еще раз и далее мы делаем следующим образом один штырек мы пропускаем с изнаночной стороны мы вытаскиваем иголочку через один штырек также не забываем иголочкой уплотнять сюда ближе к центру а с лицевой стороны мы вкалываем иголочку в этот штырек который пропустили дальше опять один штырек мы пропускаем вот этот один лепесточек мы пропускаем выводим иголочку следующий вот сюда при этом раздвигаем иголочкой все ниточки чтобы у нас был самый центр а с лицевой стороны вводим в этот штырек которую мы пропустили и таким образом мы прошиваем по кругу пока полностью не прошьем все лепесточки а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Мы обшили полностью по кругу все лепесточки и можно еще раз для надежности закрепить поверх того ряда сделать еще пару стежков и все иголочку вытаскиваем и снимаем цветочек с нашего шаблона Снимаем штырьки С изнаночной стороны мы завязываем узелок Ниточку еще вот так вот вытягиваю и лишнее отрезаю И в итоге у нас получается вот такой вот красивый цветочек Точно так же делаем другие цветочки и будем их собирать в шаль И в одном из следующих видео я покажу как соединяются цветочные мотивы между собой и эти мотивы мы будем соединять в шаль Поэтому если вам понравилось видео ставьте пожалуйста лайки Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео Вяжите с удовольствием Всем удачи и до новых встреч До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok